Наедине с природой, речная гладь, пение птиц, дуновение ветра. Именно это притягивает многих рыбаков на реки и озера. Здесь своя романтика и спортивный азарт. Роман Мамедов подходит к делу серьезно. Рыбалке его научил отец еще в Армении. Роман приехал в Рязань в 1983 году, закончил театральное училище и остался. Здесь же встретил свою любовь. Жена коренная рязанка. Сейчас Роман работает плотником, а в свободное время берет удочку и отправляется на водоем. Ловить он любит наживца. О природоохранном законодательстве знает и соблюдает его. Говорит, рыбы в оке много, причем самых разных видов. Платвы, окушки, мы оконами называем окушки, подлежек. Крупную рыбу, конечно, пока мы не ловим, когда после 10 июня начнутся хищники, тогда мы будем ловить и судака, и щуки, и головля, и жерех. Стараемся будет ловить. Михаил Ковалев тоже любит мужской отдых с удочкой с детства. Он использует только разрешенные методы лова. Для прикормки использует перловку и геркулес для наживки червей и опарыш. О том, что есть браконьеры, Михаил знает и относится к этому однозначно отрицательно. Ну, знаете, чем? Вот приехал, что поймал, то поймал. Лает, мешками тачит куда-то на продажу, и так рыбы толком нету. Ну, это несерьезно вообще так. Это нажива, а это удовольствие. За соблюдением природоохранного законодательства строго следит природоохранная прокуратура, сотрудники которой провели мониторинг сайтов, продающих товары для рыбалки. В результате были выявлены сайты, которые размещали информацию, противоречащую закону. С целью устранения данного нарушения природоохранная прокуратура обращается в суд с требованием к Роскомнадзору запретить распространение данной информации. На настоящее время в 2018 году судами удовлетворено три таких исковых заявления. Принятие судами решений является основанием для Роскомнадзора для блокировки соответствующих незаконных сайтов. Используя незаконные приспособления для лова, браконьеры наносят непоправимый урон окружающей среде. Применение незаконных орудий лова и способами массового истребления водных биоресурсов ведет к сокращению или уменьшению популяции водных биоресурсов. Также приводит к уничтожению кормовой базы, к уничтожению и к ухудшению среды обитания водных биоресурсов. То есть в конечном итоге это приводит, конечно, к уничтожению, фактически не просто к добыче, а к уничтожению водных биоресурсов. Можно много говорить о защите окружающей среды и экологической безопасности. Но несоблюдение даже элементарных правил приведет к печальным последствиям. Например, краснокнижная стерлядь, которую вылавливать запрещено, является настоящим санитаром рек. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».